По древней традиции Армения продолжает уверять всех и каждого в своей готовности к подписанию мирного соглашения. И конституция у них без единой территориальной претензии, и помыслы чисты и невинны. Все это обсудили с Эльмаром Мамедьяровым. Пролюбивость Армении и готовность подписать промежуточный документ, 13 пунктов, который по его словам, я не видел текст документа, поэтому сложно говорить, но по его словам отражает основные принципы, на основе которых надо заключать соглашение. Но камень преткновения, насколько я понимаю, главное – это как раз-таки продолжение существования в законодательстве Армении пунктов, включая конституцию основного закона, в которых выражена претензия на часть территории Азербайджана, конкретно на Карабах. И в этих условиях, как мне видится, естественно, идти на промежуточное соглашение какое-то с 13 пунктов. Надо дожимать дальше, дожимать переговорами, встречаться и объяснять о том, что если мы идем на мир, что мешает нам согласовать оставшиеся, если я не ошибаюсь, 5 пунктов. Разная противоречивая информация идет в прессе, то ли 18 пунктов в мирном договоре, то ли 16. Но в любом случае надо дожимать оставшиеся пункты, согласовывать. И потом, я говорил об этом неоднократно, скорее всего, опять-таки, не надо подписывать, пока Армения не внесет соответствующие изменения в свое законодательство, касающие претензии на территорию Азербайджана. Можно, есть такая практика, можно парафировать документ, то есть на каждой странице поставить подписи о том, что, да, текст согласован, и отложить в сторону, дожидаясь того, чтобы Армения изменила свою, в первую очередь, Конституцию, ну и так далее. Там есть законодательство, допустим, в законе о бюджете в свое время Армения все время доставляла армянам Карабаха соответствующий кредит, то есть, чтобы это тоже надо изымать и так далее. То есть, в данном случае, мне кажется, что это будет более выигрышно добиться изменения, добиться согласования оставшихся документов, потому что аргументы, они на сегодняшнем, мне кажется, не настолько серьезные, аргументы армянской стороны не настолько серьезны, чтобы мы могли бы сказать, ну хорошо, я всегда был сторонник, ну будет мирный договор – хорошо, не будет мирный договор, ну мы жили без этого мирного договора столько лет, можно и дальше прожить. Поэтому в данном случае это не является той вехой, которая обязательно должна быть принята Азербайджаном. Вот в такой форме, мне кажется, надо будет видеть последующие развития событий. На мой взгляд, роль минской группы, она была... Может, надо рассматривать, наверное, в контексте того, что да, они не торопились, да, они не могли уйти из-под того, что в 93-м году были приняты четыре резолюции Совета Безопасности, потому что три страны и постоянные члены Совета Безопасности. Но надо учесть то, что, наверное, в какой-то степени из-за минской группы, точнее, из-за председателя минской группы, не получился негативный эффект, который я называю косовским сценарием. Ведь косовский сценарий тоже имел резолюцию 1244, поддерживающую территориальную целостность Сербии. Но в какой-то момент в столицах, там, в Вашингтоне, в Париже или в других странах, они приняли того, что это не мешает признанию независимости Косово. У Азербайджана такая достаточно, после того, как пошла лавина признания Косово, такой вариант развития может быть. Могу рассказать подробно, когда я встречался с министром иностранных дел Армении, и он меня начал стращать о том, что на нас сумасшедшее давление внутри Армении, чтобы мы признали независимость Скоробаха. И я тогда ему сказал, конкретно, конечно, рисковал, нужно даже сказать, блефовал, сказал, зачем ты мне это говоришь, иди и признай. Только как ты будешь после этого глаза сопредседателям минской группы смотреть? Потому что тогда получается, что и Франция, и Россия, и Соединенные Штаты, они не уделывают. То есть вопрос будущего статуса Карабаха, включая его в широкую автономию в составе Азербайджана, была всегда лейтмотивом деятельности минской группы. Я конкретно говорю, когда минская группа, имею в виду сопредседателя. Потому что таким образом у армянской стороны, я понимаю, что они думали-думали, наконец поняли, что они не смогут пойти на одностороннее признание Карабаха в качестве независимой единицы. Хотя они подзуживали многие страны, чтобы, может быть, где-то будет прорыв. И это тоже была не совсем правильная игра армянской дипломатии. Потому что если признавать независимость Карабаха, то первые должны были сделать армяне сами. То есть это не должен быть Уругвай или там проармянские какие-то настроенные страны. Они признают независимость, а Армения стоит в стороне. Так нереально. И поэтому в данном случае, если говорить о деятельности сопредседателя минской группы, они как раз-таки были гарантами, что косовский... Ну, как бы условно гарантами, что косовский сценарий, он не проходной, он не получится. Одностороннее признание Карабаха. И таким образом, фактически, нарушение четырех резолюций Совбеза и определение уже статуса, тогда бессмысленность работы минской группы и сопредседателей этой группы. На протяжении всего Карабахского конфликта одной из главных тем споров и обсуждений была роль России. И многие склонны считать ее проармянской. Россия пророссийская. Не заблуждайтесь. Россия пророссийская. Она не проармянская, не проазербайджанская, не проамериканская. Она пророссийская. Естественно, мы должны учитывать, что Россия большой наш сосед. И взаимоотношения с Россией выстраиваются таким образом, что при понимании, что Россия была, есть и будет на Южном Кавказе как непосредственный сосед. То есть здесь в данном случае не надо тешить себя иллюзиями о том, что Россия закроет глаза, уйдет из региона. Это то, что хотят, конечно, западные коллективные запады, когда он проникает в Армению. В первую очередь для того, чтобы снизить уровень влияния российской стороны в Армении. Поэтому в данном случае они как раз таки, в первую очередь, не из-за того, что они любят Армению или не любят Армению. А в первую очередь из-за того, чтобы вытолкать Россию как минимум из Армении и лучше всего из региона. Вы знаете, я не верю вообще в нейтральность какого-то государства, потому что когда идут переговоры, если с участием посредников, то у каждого посредника есть свои собственные национальные интересы. Будь что это Россия или Соединенные Штаты или Евросоюз или Франция, естественно, у них есть свои национальные интересы, исходя из которых в первую очередь не из интересов Азербайджана или Армении они действуют, а они действуют исходя в первую очередь из собственных интересов. В данном случае поэтому я тоже неоднократно озвучивал, что лучше всего вести переговоры напрямую, как говорится, Бирьбаша. И если бы удалось нам этого достичь на уровне комиссии по делимитации и деморкации, почему бы нам не вести прямые переговоры по тексту мирного договора? И не надо для этого ехать в какие-то третьи страны. Да, опыт Казахстана, он достаточно привлекательный. Они сразу сказали, что мы не посредники, мы просто, по-английски это называется good office, то есть мы просто представляем свою территорию, то есть офис какой-то, где вы собираетесь сами, и мы уходим и не участвуем в переговорах. Но это можно сделать и на границе между Азербайджаном и Арменией, так как встречается комиссия по делимитации и деморкации. Весь опыт уже такой есть. И я думаю, что на это надо настаивать, тем более, судя по между строк, армянская сторона тоже готова на то, чтобы вести прямые переговоры с Азербайджаном без посредников. Я думаю, что российский миротворческий контингент, это вполне естественно, когда военная фаза конфликта переходит как бы на следующий этап, мирный фаз, стабилизирующие силы обычно размещаются здесь. Обычно это делается посредством резолюции Совета Безопасности ООН, то есть миротворческие силы получают мандат, как это было, допустим, и в джаму Кашмире между Индией и Пакистаном, как это было на Кипре и во многих других горячих, в Африке во многих местах, во многих других горячих точках. Здесь в данном случае, как мы видели и наблюдали, российский миротворческий контингент с этой идеей. Россия не пошла в Совет Безопасности, а ей было достаточно договоренности с Азербайджаном и Армении, и всем было ясно, что меня во всяком случае сомнений не было, что там был срок, пять лет, после которых, конечно, они выведут, если будет стабилизирующаяся, стабилизируется ситуация. И в данном случае получилось так, как и предполагалось. Была встреча во Франции, в Нурамбуе, когда знаменитая история, когда Кочарян вдруг посередине разговора вышел и ушел, так сказать, в мужской туалет. В данном случае было ясно, что, конечно, они, армяне, максимально пытаются затянуть время. Мы тогда даже говорили, даже говорили и обсуждали, что без управляемого кризиса сдвинуть с места вопросу регулирования не удастся. Самое главное, что кризис был бы управляемый. И так получилось. Там считалось несколько дней, я об этом неоднократно этот вопрос обсуждал с сопредседателями, о том, что даже в конце концов они в сердцах говорили, ну, сделайте этот кризис наконец-то, чтобы мы начали работать как бы с чистого листа, грубо говоря, чтобы manageable crisis по-английски называется, это управляемый кризис. То есть если будут военные действия, то они как бы не должны выйти за пределы логики. И так и получилось. Азербайджанская сторона во главе с нашим верховным главнокомандующим, господином президентом, который, я всегда говорю, буду благодарить всю жизнь, потому что он вернул азербайджанской нации и лично мне самоуважение, веру в Азербайджан, самоуважение того, что азербайджанцы могут, хоть и силой оружия, но восстановить справедливость. Наверное, вернусь к косовскому варианту, был такой министр иностранных дел Уругвая Альмакро. Вдруг он сделал заявление, потом мы выяснили, что он был полностью под контролем известного такого аргентинского, правда, миллиардера Энрикяна. И он сделал заявление, что Уругвай первая страна, которая признала геноцид армян. И Уругвай должен быть первой страной, которая признает Карабах независимой единицей. И на утро, когда я доложил с президентом, я был в самолете, улетел в Монтавидео, и больше, около четырех часов у меня практически тет-а-тет была беседа с президентом Уругвая, Мухико, знаменитый такой президент. И в конце концов удалось привести аргументы, что Уругвай никак не может. Много аргументов приводилось в нашей беседе. И тогда получилось, что Уругвай, конечно, через какое-то время этого министра сняли с работы, отправили, по-моему, в Вашингтон руководительным генсеком Лиги Американских Государств. Если я не ошибаюсь, не знаю, он до сих пор там работает или нет. Но, во всяком случае, уругвайская сторона заверила, что они, конечно, односторонних шагов делать не будут. Из славных историй могу сказать, конечно, самое для меня было, одно из самых впечатляющих, много было интересных историй, но одно из самых впечатляющих было, когда Азербайджан был избран в Совет Безопасности ООН непостоянным членом. Тем более у нас были достаточно серьезные конкуренты в лице Венгрии и Словении. Но Азербайджан, набрав 152 голоса, прошел после двух дней голосования, был избран в Совет Безопасности. Это, наверное, у каждой страны является одним из самых важных веков в истории дипломатии. Мы ввели постоянную статистику, понимая о том, что, видя о том, что количество людей, посещающих оккупированные территории, иностранных гостей, так называемые, минуя Азербайджан через Армению, начал разрастаться. И в этом контексте, когда начали думать, а как остановить этот поток, потому что, как вы сами понимаете, армянская диаспора не спала, она проплачивала, и эти визиты старалась делать это максимально на высоком уровне каких-то, если не было никого под рукой, посылали журналистов и так далее. И в данном контексте, когда пришли к выводу, я доложился президенту, и господин президент одобрил эту идею с тем, что мы должны, мало того, чтобы создать такой список, что люди, которые посещают Карабах, они становятся персонами Нонграда для Азербайджана. Но и это достаточно широко оповестить всех максимально возможными способами, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что они могут нарушать азербайджанское законодательство, потому что это территория международным сообществом, признанная как территория Азербайджана, и посещение территории вне, так сказать, пограничного контроля, это нарушение законодательства Азербайджана. И в данном случае мы, причем мы даже сделали вариант выхода из этого списка, потому что если, допустим, какой-то гражданин какой-то страны посещал Карабах, а потом наши представители встречались с этим человеком и говорили о том, что, ну, вы понимаете, квали соответствующие аргументы на стол, что вы нарушили законодательство Азербайджана, и это вообще уголовно наказуемое деяние. То есть я не верю, что можно поехать в Соединенные Штаты даже через Мексику, ты все равно уже незаконное посещение, ты можешь попасть под уголовное преследование. И в данном случае это тоже. Многие случаи были, когда люди говорили, а даже бы не знали это, извините. И тогда мы говорили, напишите на имя министра письмо о том, что вы признаете территориально целостный суверенитет Азербайджана, включая Карабах, и таким образом мы исключим вас из этого списка. Эти списки, я думаю, уже не обновляются, потому что границы Азербайджана, включая границы Азербайджана с Арменией, находятся под полным контролем пограничников Азербайджана, поэтому такой практики уже не существует. Но я, например, сторонник того, что те люди, которые были в предыдущем списке, они должны оставаться там, пока не извиняться перед Азербайджаном за то, что они совершили противоправное деяние. А в случае, как это было, допустим, с Лапшиной, рассылается по линии СНГ, по-моему, но также через Интерпол. И если они проезжают, как в случае Лапшина, он проезжал через Белоруссию, Белоруссию его по нашему запросу остановила и выдала Азербайджану, и он сидел у нас в тюрьме. Но если считать, что я в системе МИД, как говорится, с 1983 года, с 13 февраля 1983 года, на мою бытность пришло много из армянских руководителей. На моей должности министра, да, было три. Был уже Кочарян, был Саркися, и чуть-чуть я застал Пашиняна. Я вам так скажу. Наверное, если сравнивать, естественно, и Кочаряна, и Саркисяна, они выходцы из Карабаха, они участники войны, у них по локоть руки в крови. И, естественно, они понимали, что как бы не хотели бы они, они не могли бы дать обратный ход, это вот стало ясно в Рамбуе, во Франции, они пытались затянуть ситуацию с тем, чтобы как минимум Карабах не отдать. Не говоря, уже потом им пришла мысль в голову, что и семь территорий вокруг надо затянуть с тем, что они остались бы под контролем армян. Пашинян пришел на волне, конечно, популизма. Он совсем другого типа человек. Судя, опять-таки, между строк, когда читается, когда слушал, он, конечно, ну, если не чувствует себя такой святой мессией для Армении, но, во всяком случае, он пытается объяснить народу Армении о том, что мы не можем, знаете, как есть выражение замечательное, ты не можешь везти автомобиль, глядя в зеркало заднего обзора. То есть, если все время будешь оборачиваться, вот я говорил, он это понимает, насколько я понял, по его словам, что у Армении две проблемы, одна внешняя, одна внутренняя, серьезные проблемы. Это внешняя, это, конечно, армянская диаспора, которая очень радикальна. А внутренняя, это армянская церковь, которая тоже стоит на таких реваншистских позициях. И в данном случае, я думаю, что, в принципе, ни с кем из них легко не было. И для этого надо было готовиться к встрече, чтобы нервы свои, так сказать, не трепать и так далее. А так, в принципе, мы получили то, что получили, и это замечательный выход из ситуации. Ну, это вы имеете в виду знаменитую его интервью независимой газете России, где он подтвердил о том, что ведь тогда было много предложений. Была идея, допустим, если пустить нефтепровод Баку-Билиси Джейхан через территорию Армении, взамен они отказываются от Карабаха. Мне казалось, что Терпетросян один из первых, который понял, что Карабах – это становится обузой, оковами, обузой для независимости Армении. Он, видимо, один из первых это все понял. Но тогда Карабахский клан был достаточно силен, и они на волне такого ура-патриотизма, что мы взяли Карабах и так далее, еще семь территорий. И тогда, конечно, время не созрело. Время созрело уже где-то к 1918 году, поэтому и Пашинян сумел вывести основные массы народа на улицу и совершил такой бескровный переворот. Надо вещи называть своими именами. Это, конечно же, переворот. И в данном случае, судя по тому, как сейчас пытаются различные партии и религиозные деятели вывести людей на улицу, но собирается очень небольшое количество людей. То есть 5-10 тысяч – это не считается серьезным. Пашинян собирал по мгновению палочки больше 100 тысяч человек на улицах. И не только в Ереване. Хотя есть такая формула, что революции совершаются, и перевороты совершаются в столицах. Но и в других городах. И в данном случае, я думаю, что потому, потому как армянский народ не реагирует на эти уже призывы и со стороны армянской церкви, и со стороны радикальных партий типа Дашнак-Устюна и так далее, дает возможность Пашиняну достаточно смело идти вперед. Ну, теперь посмотрим, как далеко он взойдет. Ведь обратите внимание, многие из его заявлений, они как бы, если не назвать провокационного характера, но они очень часто направлены на внутреннюю аудиторию. То есть он говорит о изменении Конституции. Причем, вы знаете, Конституция меняется, когда страна выходит на новый этап. Есть два варианта по Конституционному праву. Один вариант – это американский, который не меняет Конституцию уже почти 300 лет, а делает поправки Конституции. А есть второй вариант, когда страна выходит на новый этап. Во времена СССР это было. После революции была принята одна Конституция, в 1936 году была другая, потому что говорили, что Советский Союз вышел на новый этап, а потом в 1978 году была принята новая Конституция, которая закрепляла социализм как перспективную модель для развития страны. То есть здесь в данном случае, если у Пашиняна есть идея, а он объявил о том, что создал комиссию, и к 1927 году они будут менять Конституцию, то есть будет, скорее всего, я так понимаю, что он будет ее переписывать. То есть писать новую Конституцию, а не вносить исправление в предыдущую. Ну, а здесь посмотрим, как будет развиваться ситуация. Есть страны, где футбол любят смотреть, а вот играть в него получается плохо. Будет ли развиваться азербайджанский футбол, и что для этого нужно. Мы в конце уже его пребывания в исполкоме Афы договорились о том, что нужно разработать новую стратегию, потому что предыдущая стратегия была разработана больше 10 лет назад, если не ошибаюсь, а время на месте не стоит, оно идет. И мы уже договорились, что нам надо разработать национальную стратегию развития футбола. Потому что без, как вы правильно абсолютно заметили, без юношеского футбола развития, без детского футбола развития, развития местных кадров, причем можно взять опыт достаточно больших стран. Допустим, Португалия сумела развить свое, благодаря детскому футболу, сейчас снабжает своими футболистами все крупные чемпионаты различных стран. То есть я имею в виду, Португалия – это первое, что пришло на О. А так, получается, мы сейчас разыскиваем в России, в первую очередь, или в Украине, лица азербайджанской национальности, которые получили футбольное образование в их академиях. А куда тогда наши академии, сколько дает они в первую очередь, вот это затронули. Надо сидеть с калькулятором, считать, сколько национальной сборной играет выходцев из азербайджанских академий. Потом надо смотреть, сколько футболистов в национальную сборную пришли из юношеской или из молодежной сборной. То есть это все требует скрупулезного анализа, я с вами полностью согласен. Поэтому нужна стратегия. Надо развить стратегию, принять ее, и на основании этой стратегии действовать. А решением того, что пригласить хорошие футболисты, Махмудов, Шейдаев, Исаев, но они не воспитанники азербайджанского футбола, они воспитанники российского или украинского футбола. Вы правы, они уже пришли состоявшимися футболистами, естественно, адаптация всегда нужна. Даже если приходит легионер из чемпионата Франции или Португалии, он все равно должен адаптироваться. Ему нужно время, чтобы он адаптировался к футболу, который играет в Азербайджане. Мемуаров нет. Мемуаров всего не расскажешь, а рассказывать только хвалебные панигирики в отношении своих встреч и бесед, это не для меня. Но я закончил уже, я закончил, получилось достаточно много, я сделал сборник своих выступлений, статей, интервью и так далее. Вышло почти что 3000 страниц. Сейчас ищу издательский дом, я встречался уже с несколькими. Оказалось, это очень недешевая ситуация, поэтому издательские дома, оказывается, пекут горячие пирожки, как говорится, и просит очень много денег. Может быть, спонсор какой-то появится, который издаст это. Эльмар Мамедьяров, министр иностранных дел с 2004 по 2020 год, и Эльмар Мамедьяров, если бы вступил в должность после 2020 года. Это были бы два разных министра. Абсолютно разные, потому что весь контент поменялся. Ведь после 44-дневной войны, а потом и после антитеррористической операции, поменялся полностью весь контент. Ведь одно дело, когда ты ведёшь переговоры, имея такой тяжёлый груз, как 20% оккупированных территорий, миллион беженцев и перемещённых лиц, а другое дело, когда ты восстановил свою территориальную целостность, суверенитет, и, естественно, переговоры уже идут совсем в другом ключе. То есть вести переговоры, встречи, беседы уже становится, не сказал бы, легче, но во всяком случае более прагматично. Потому что ты со своим собеседником кладёшь, открываешь больше козырных карт, условно говоря, чем было до этого. Было бы больше уверенности, были бы более, как бы, как сказать, аргументация была бы не только убедительной, как и была, потому что международное право было на стороне Азербайджана при оккупации территорий. Но в нынешних ситуациях однозначно, конечно, что, ещё раз говорю, контент поменялся, и мы поэтому, когда ведём переговоры, естественно, мы говорим, что, ребята, реалии такие, они полностью изменили, и вы должны воспринимать так, как есть. Могу сказать вам, что были министры, которые, я говорил с ними, мои коллеги, которые я говорил, показывал карты, говорил об оккупации, они говорили, а зачем ты нам это рассказываешь? Можете идти, возьмите это. И я потом, когда мы освободили территорию, написал им СМС о том, что вы просили, мы сделали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова